Всем привет! Вы на канале РБ Хоккей, где мы говорим только о хоккее. Меня зовут Павел Осенков и давайте с вами переключимся от НХЛ и КХЛ на молодежный чемпионат мира, который 26 числа стартует в Чехии. Два города, Острава, Тршнец. Тршнец. Два чешских города. И сразу же мы с вами подходим к матчу США-Канада. Что я об этом думаю? Я думаю то, что в моих глазах это две разназначные сборные, по крайней мере сейчас до старта. И мне трудно сказать, что от них ждать, кто из них выиграет, США или Канада. Хотя на Канаду ниже КЭФ и многие считают, что именно Канада победит. Ну может быть потому, что в составе есть Лафренье, фаворит будущего драфта, но лично мне это ни о чем не говорит. Я просто знаю, что в Канаде много ребят, которые играли именно на уровне юниоров, с мужиками не пообтесались. Говорят, еще и вратари у них не фонтан. Мы все это увидим, потому что это теория. И надо смотреть в первом матче на практике. Здесь я бы ни в коем случае не стал ставить на победу одной из команд. Но у американцев есть Вальстрим, да. Одиннадцатый номер драфта, которого взял Айлендерс. Хороший парень, очень перспективный. Не знаю, станет ли он лидером. Это очень серьезное испытание для этих двух сборных, начинать именно в очном матче. Опять же, это группа смерти. Не забываем, там еще Россия, Чехия, Германия. Опять же, посмотрите, как они выступали в товарищеских матчах. Американцы выиграли у Фина со счетом 4-2. Окей. Канадцы выиграли у немцев со счетом 7-1. Окей. Ничего меня не удивляет. И я бы здесь взял просто. На сайте фонбет посмотрел обычный простой кэф. На то, что тотал в основное время в этом матче будет меньше, чем 6,5. Мне почему-то кажется, что тут не будет какой-то феерия прямо со старта. Команды захотят поосторожнее сыграть в обороне. Кстати, на прошлом чемпионате мира эти команды вообще не встречались. На позапрошлом был счет 4-3 в овертайме. А перед этим выиграла, по-моему, Канада у американцев 3-1. То есть тоже тотал 6,5. В основное время пробит не был. И просто чемпионат мира такой турнир, что его надо смотреть. Хотя бы первый матч, чтобы понять, что из себя эти команды представляют. И давайте просто осторожненько начнем с того, что поиграем на тотал. Плюс-минус. Я ставлю на то, что тотал будет меньше, чем 6,5 в основное время. А что ставите вы? Подумайте. Если вы хотите еще больше хоккейных прогнозов, подписывайтесь на канал РБ Хоккей. Я жду от вас лайков. И с молодежной чемпионатой меры мы будем делать включение. Я постараюсь вам передать атмосферу в маленьких наших коротких видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!